ну что ж дорогие друзья пришло время встретиться нам с основателем программы не просто программы а духовно познавательной программы которая называется неочевидная но вероятная сниной бастет не на у нас студии добрый день добрый день анатолий добрый день дорогие радиослушатели я просто хотела сказать что вот уже год как я с вами и я очень благодарна вселенной и высшей силы высшим силам за то что они меня прислали именно на эту радиостанцию и что я могу представлять свою свою авторскую программу неочевидное но вероятное именно здесь также очень благодарна руководителям народной волны и всей семье народной волны а за то что они предоставили мне такую возможность ну и еще конечно я хочу поблагодарить вас дорогие радиослушатели за то что вы меня слушаете верите я надеюсь и поддерживаете и как всегда через меня моя богиня покровительница бастет и вселенная посылает вам любовь и исцеление поэтому слушайте передачу исцеляйтесь и тема будет очень интересная я не знаю сможем ли мы я в принципе готовила две темы на первую половину и на вторую я не знаю ли мы успеем так вот первая половина будет энергия денег и за закон общения с энергиями и денежные грегор и вторая половина если мы успеем то это будет любовь и деньги поэтому слушайте причем внимательно внимательно слушайте внимайте и кто знает может быть и вы чему-нибудь научитесь и ну как-нибудь что-то для себя поймете скажи о том что звонки мы будем принимать сегодня да и сегодня звонки мы будем принимать во второй части во втором сегменте я объявлю во первых когда это будет и во вторых конечно же объявлю номер телефона а пока слушаем внимательно одним из главных вселенских законов является закон равноценного обмена энергией и мы в прошлых передачах говорили о том что незнание законов не освобождает от ответственности но к сожалению мы конечно об этом не знали и поэтому все что я буду рассказывать не примите пожалуйста как обвинение или осуждение я этой передаче хочу помочь нам всем понять что такое энергия денег и может быть более лучше как-то лучше или правильнее наладить этот обмен взаимообмен то есть обмен энергии энергии и денег просто многие люди не знают и но тем не менее когда не знаешь не значит что ты не должен это делать поэтому очень хотелось бы чтобы люди поняли я никого не буду здесь осуждать никого просто хочу дать эту информацию а ваше дело принять или не принять то есть вселенский закон равноценного обмена энергии это закон именно тот закон на котором строится карма и как бы мы не хотели говорить который ты мне я тебе это именно то это тот закон на котором строится отношения между людьми это тот закон который контролирует всю нашу жизнь а звучит это закон так дай чтобы получить то есть ты не можешь ничего получить не дав наше тело наш ум наши мысли находятся в постоянном обмене энергии со вселенной и мы все обмениваемся этой энергией друг с другом и как я уже говорила опять же на прошлой передаче что мы посылаем то мы получаем это есть тоже самое закон мы просто можем его изъяснять очень многими словами да так вот деньги это одна из форм энергии и мы можем закон мы можем эту энергию или застопорить или все-таки поддержать обмен энергии и его ускорить то есть постоянное только накопление денег ничего хорошего не приводит деньгами нужно обмениваться деньги должны быть в обмене если вы останавливаете поток то вы в принципе разрушаете свою жизнь но и не только свою потому что не забывайте что мы у нас есть продолжение это наши дети внуки есть карма есть карма семьи как я много раз рассказывала о том что то есть останавливая поток денег вы разрушаете не только свою жизнь но и жизнь близких людей потому что в принципе вы просто перестаете соответствовать законам природы закон природы ты мне я тебе ну да и это звучит грубо есть еще один даже грубее наверно но это тем не менее правильно не подмажешь не поедешь и это тоже да и выражений очень много но нас приучили думать что эти выражения плохие потому что и в принципе и выразили таким способом нехорошим чем нас научили как нас научили думать то есть принципе неправильное использование энергии денег и непонимание что такое энергия денег приносит проблемы и не только опять же еще раз хочу сказать это не только для того человека который злоупотребляет деньгами но и для всех его близких не у них для всех естественно а для тех кто с ним связаны а что ж такое неправильное использование энергии денег давайте поговорим об этом это когда человек что-то приобретает например знания информацию услуги ну и много чего остального но при этом всегда пытается недоплатить всегда должны прекрасно пословицу за удовольствие я не хочу сказать что вы не имеете права торговаться когда вы приходите на базар там есть торговля то есть когда вы приходите покупать машину вы уже сделали свой research и вы понимаете эта машина стоит столько-то и вам и там идет игра то есть это нормально но если человек все время что-то хочет приобрести ниже стоимости то или вообще не оплатить а ведь таких много людей то при этом при этом имеет возможность оплатить полностью то есть если у него нет возможности бывает такое то есть вот это что за неправильно использование энергии то есть постоянная недоплата неоплата вообще то есть я тебе завтра оплачу и не забуду и забыть про это или постоянная торговля ниже стоимости при этом имея деньги то есть если ты богатый и постоянно торгуешься то есть тот скоро ты можешь стать небогатый или могут рушиться другое я расскажу об этом то есть занимаясь накопительством накопительством то есть это не просто экономии и не только сейвингом то есть это называется по-английски хорде то есть вот именно именно вот это вот коробочка да у нас было такое в произведениях каких-то которые все время все собирала вот это вот это накопительство и остановив поток денег уходящих из вашей жизни означает остановку энергии что останавливает поступающий поток и циркуляция позволяет потоку оставаться живым то есть у нас есть по-английски слова currency да да а по-английски currency они вами по-английски есть такое слово current current это движение энергии да вот движение вернее воды да то есть когда водоворот current это течение течение да то есть есть в реке во всем да есть течение постоянное течение мы не можем его остановить остановив это принесет нам гибель в принципе то же самое поэтому вещь как по-английски здесь очень красиво звучит currency это об это наша валюта поэтому нужно это понимать то есть человек который не желает равноценно обмениваться деньгами живет почему же он это делает вообще потому что он живет состоянии страха и мы говорили на прошлой передаче что есть состояние любви и состояние ее отсутствие любви отсутствие любви то есть отсутствие доверия богу высшим силам называйте как хотите есть состояние страха ажу за страх у него то есть него страх что сегодня у меня есть а завтра может вдруг завтра не будет или вдруг мне понадобится больше чем тебе то есть если ты так думаешь то включается другой вселенский закон который называется закон притяжения если у тебя или сознание или в бессознательном есть это мысль постоянный страх это то что не один человек не не один человек не просто не на не занимается накопительством не имея этого страха ну я наверное из больные люди наверное психологически более это уже мы не говорим про психиатрию мы говорим про нормальных людей и как мы говорили всегда а конечно это у них карма но это потому что есть определенные знаки зодиака которые например очень скупые они приходят в этот мир но они приходят в этот мир скупыми чтобы научиться правильно работать именно с этими своими проблемами и так иногда бывает что люди то есть чем больше вы отдаете тем больше вы получаете но иногда бывает что но нету действительно нету людей день денег я мне это очень сильно знакомо потому что я сама находилась очень долгое время в таком состоянии у меня нечем было платить но для того чтобы мне научиться доверять богу мне постоянно высшие силы посылали кого-то вы не понимаете сколько людей мне помогало просто абсолютно просто вправе до того что приносили деньги и сказали слушай ну вот а мне на рент не хватает да например и моя подруга приходит и говорит ты знаешь вот мне сейчас хорошо тебе плохо вот возьми пожалуйста и забудь про это просто в конвертике ровно столько сколько мне нужно было на рент это не маленькая сумма вы же понимаете да там 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 тысячу чем-то долларов и мне это было постоянно то есть деньги приходили неизвестно откуда я очень благодарна этим людям и потому что это неважно почему они мне приносили потому что он тех есть выбор то есть они могли сказать карма не карма там это не моя проблема но тем не менее эти люди мне помогали у меня друзья которые мне помогали и машину чинить и просто мне нужно было куда-то поехать мне просто выписывали чеки то есть очень много меня окружает колоссальное количество вот ангелов которые мне помогали когда мне нужно было я болела мне лечили бесплатно то есть очень много поэтому если эти людям верить людям это одно но правильно ли это помогая обязательно ожидать но 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 по них самое главное это помогая не ожидать удачу потому что если ты помогаешь и надеешься на получение обратного то это уже не помощь но самое главное что я хочу сказать про обмен энергии что отдача энергии не всегда означает только отдачу деньгами за какие-то услуги потому что бывают такие жизненные ситуации кармические ситуации которые вас просто поставят в ситуацию когда вы не сможете отдать и поэтому а и он тогда в эта ситуация когда человек действительно не может не притворяется потому что у меня есть знакомый которые постоянно плачутся но тем не менее там мне например 20 долларов было за какие-то какие-то мероприятия заплатить было жалко а ехать там на круизы люди ездят и когда я это понимаю я просто говорю так извините пожалуйста но это не ко мне то есть я мне самой тяжело эти 20 долларов меня не спасут поэтому я могу помочь человеку это не проблема поэтому нужно взять напомнить о том что когда такая ситуация существует человек должен обмениваться энергии то есть взять тебе что-то дают что ты можешь дать в такой ситуации свою любовь свою благодарность свое благословление понимание что тебе никто ничего не должен и помнить все равно ты мы так созданы если ты действительно понимаешь это то ты все равно поймешь что придет время и ты сможешь ну поэтому уже начать обмениваться деньгами в английском языке есть сумасшедший теперь я понимаю вот честно вот только что до меня дошло понятие пословица в английском языке вот goes around comes around comes around absolutely да чем больше вы даете тем больше вы получаете можно по-другому скажу те же самые слова в принципе просто нужно помнить что и тут 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 когда вот такая ситуация не дай бог случается есть одна одна такая зацепочка главное не войти в это комфортабельное условие что за тебя все платят тебе все делают потому что это тоже испытание как же ты к этому относишься или ты все-таки говоришь нет я буду зарабатывать придет время я буду зарабатывать и деньги войдут в обращение то есть я очень надеюсь что это придет время скоро да то есть и как же применить закон равноценного обмена энергии своей жизни вы знаете нет я это оставлю напоследок потому что я хочу рассказать очень важно про то как про наше радио про то как вы нас слушаете и это очень важный процесс обмена энергии мы все подключить что такое денежный эгрегор мы говорили о том что вообще эгрегор это какой-то сгусток энергии который люди своими мыслями действиями и так далее делают да и мы все подключены к денежному эгрегору потому что мы все имеем деньги хотим мы или нет мы их обмениваете и вот я хочу чтобы вы представили что такое эгрегор эгрегор представьте себе пластинку старого образца которая крутится да и а почему например один у одних людей сильная стабильная ситуация а у других и все время то их выбрасывает все время да то есть у них ups and downs то есть есть деньги нет деньги есть деньги нет деньги потому что если вы станете например представьте сейчас можно стать на эту пластинку вы станете если вы станете к концу этой пластинки вас будет все время сбивать круговорот правильно если вы стоите имеешь ввиду если ты становишься на края пластинки, то тебя будет стараться сбросить. Сбросить, да, то есть ты всё время будешь... Центробежная сила. Центробежная сила. А если вы стоите в центре, то вы стабильны, и у вас всегда есть деньги. То есть представьте себе вот денежный эгрегор, денежный канал, как вот эту пластинку. Поэтому цель человека научиться быть внутри, в центре. И как же всё-таки это сделать? И вот я хочу очень рассказать на всё это просто вот на примере того, как работает наша радиопередача. Я сразу хочу сказать, у меня тоже есть проблемы с денежным эгрегором, и я сегодня во время этой передачи буду делать магию. И поэтому я надеюсь, потому что когда ты что-то заявляешь, а особенно заявляешь на радиопрограмме, это магия. Поэтому я надеюсь, что вы меня поймёте, и в конце, я прямо перед тем, как мы зайдём на перерыв, я сделаю одно магическое действие. Надеюсь, вы ко мне подключитесь. Но я хочу объяснить. У нас ещё есть там пармют. Вот смотрите, люди, которые нас слушают, мою передачу, другие передачи, являются наши радиослушателями. И наша радиопередача бесплатная. Правильно? То есть она не оплачивается теми людьми, которые её слушают. И многие люди не понимают, как же сегодня происходит вот этот обмен энергии между ними и радио, или радиопередачами. Они, очень многие люди считают, что им так положено. Бесплатная радиопередача. И когда мы их спросим, слушайте, но вы не думали о том, что нужно было бы поддержать радио, поддержать людей, которые там выступают. Они скажут, они и так зарабатывают на рекламе. Но я хочу, чтобы вы себе представили рекламу американскую, американских радиопрограмм, и американские, и наши русскоговорящие радио. И вот радио «Народная волна». Американские радиопрограммы – это огромные корпорации. Это люди, которые имеют колоссальное количество денег изначально. И это те, кто дают рекламу, это огромные корпорации. Много ли вы слышали обычных маленьких бизнесов, которые могут себе позволить на телевидении или радио дать рекламу. Поэтому исключите вот этот вариант из жизни, потому что здесь нет огромных заработков. Понимаете? То есть как бы так не работает. На этом люди не зарабатывают на наших русскоговорящих радио в Америке. В Америке. Я не говорю про Россию, потому что там совершенно другая публика, там совершенно другой охват территории. То есть вы слушаете программы, вы слушаете радио, и авторы, ведущие платят за рекламу, тратят своё время на подготовку, тратят своё время в эфире и тратят свою энергию. То есть мы вам отдаём энергию. Радио, сама наша «Народная волна» Чикаго, да, то есть «Народная волна радио» отдаёт вам свою энергию, потому что радио платит колоссальные расходы. Чем же вы, дорогие радиослушатели, можете нам помочь? Не у всех людей есть возможность финансово нам помочь. Но первое, если вы вспомните, когда вы последний раз звонили тому человеку, кто объявляется и рекламируется на нашем радио. Если вы давно этого не сделали, то это значит, что нет обмена энергии. То есть если вы позвонили, человек заработал, у него хоть какая-то часть рекламных денег пришла обратно, то есть обмен энергии произошёл, он понимает, что от этого радио, и вы при этом сказали, я слышал вашу рекламу на «Народная волна», и он понимает, окей, я буду продолжать здесь рекламироваться, потому что ко мне идёт люди. Но если никто не звонит и ничего не проходит, то люди уходят, правильно, какие-то рекламодатели. У меня был когда магазин, мы четыре года стояли, мы четыре почти года камни, а в Чикаго вообще очень мало магазинов, которые продают камни. И когда мы начали закрываться, потому что мы просто не выдержали, потому что люди идут и покупают на интернете, а потом приходят ко мне с этими покупками и говорят, скажи мне, пожалуйста, что это такое. И когда мы начали закрываться, они говорят, а почему вы уходите? Мы вас так любим. Я говорю, ну почему же вы приходите раз в четыре месяца и покупаете эти камни на интернете, не видя это? То есть у меня получается бесплатная информация, а здесь неизвестно кому. Поэтому поддержка локальных бизнесов, поддержка локальных бизнесов, всех локальных бизнесов, особенно вот если мы русскоговорящие, то русскоговорящих это очень важное. И я понимаю о том, что не все могут это сделать, и поэтому во второй сегменте я расскажу, как можно сделать это, не вложив деньги, если их у вас, например, нету. Ну а сейчас, до того, как мы пойдем на перерыв, я хочу все-таки сделать, называется такая стимарон, это магическое действие. И для того, чтобы подключиться к центру Эгрегора денег и открыть канал денежный, мы должны любить деньги. Не любить те средства, которые мы можем приобрести на деньги, а любить деньги. Поэтому, дорогие радиослушатели, кому нужно немножко больше денег или множко больше денег, я предлагаю вам вместе со мной прямо сейчас подключиться к денежному Эгрегору. И поэтому сосредоточьтесь, сделайте несколько глубоких вздохов, и повторите за мной элементарные две фразы прямо перед тем, как мы уйдем на перерыв. Итак, я люблю деньги. Я люблю деньги. И деньги любят меня. И деньги любят меня. Да будет так, аминь. Да будет так, аминь. Так что мы все богатеем прямо с сегодняшней минуты, и мы вас ждем после перерыва. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в научно-духовно-познавательную программу Нины Бастет. Неочевидная, но вероятная. В этом сегменте мы будем принимать звонки 847-400-5200. Ну, а сейчас Нина сделает объявление, которое действительно есть смысл послушать. Прошу вас, Нина. Вы знаете, дорогие радиослушатели, во время перерыва мы получили какой-то странный звонок. Я, честно говоря, даже не знаю, о чем он был. Так вот, я просто слышала, что что-то какие-то неприятные высказывания. Так вот, все, что этот человек сказал, я хочу вернуть ему обратно, и мы его не принимаем. Нас это не волнует, окей? Да, абсолютно. То есть, если он пожелал что-то кому-то из тех, кто присутствует здесь, я даже не знаю, о чем и даже знать не хочу. И даже не нужно. Поэтому я этому человеку желаю того же самого. Поэтому будьте счастливы. Итак, я хочу сделать два объявления. Первое объявление, это что встреча клуба женской силы состоится в следующий понедельник, 12 августа в 7 часов вечера. И мы будем говорить о профилактике всяких разных простудных, вирусных и всяких разных заболеваний, так как через несколько месяцев у нас будет чикагский любимый дождливый сезон, и мы должны быть к этому готовы. А готовиться должны женщины, так как женщина является охранницей семьи. Поэтому, дорогие женщины, для того, чтобы записаться в клуб, у нас ограничены, очень ограничены места, потому что это будет происходить в моем доме. Телефон 224-688-0155. 224-688-0155. И еще одно очень важное объявление я хотела бы вам сказать. 24 августа я увожу группу на ретрит в Перу. Это шаманский ретрит, и во время ретрита я проведу магические ритуалы на привлечение денег и на привлечение своего любимого человека в свою жизнь. вы можете присоединиться к этому ритуалу, находясь здесь. Но если вы хотите знать, как это делать, вы пришлите мне, пожалуйста, смс, и я вам позвоню и все расскажу. Итак, 24 августа, ритуал на деньги и на любви, он не будет 24 августа, будет через пару дней, ритуал на привлечение денег и любви, и звоните, чтобы туда присоединиться. Это будет очень недорого, но это будет платно. И телефон 224-688-0155. Итак, мы можем вернуться к нашей теме, и как мы говорили, мы разговаривали о энергии денег, о вселенском законе обмена энергии денег и о том, как же все-таки, когда нет возможности, я начала говорить и хотела вот именно это рассказать людям, как сегодня в современном мире, можно отблагодарить тех людей, которые, и те бизнесы, которые предоставляют вам информацию или безоплатные сервисы. Я знаю, что у нас много людей, которые нас слушают уже преклонного возраста, но тем не менее у каждого из вас, я даже, почти у каждого есть компьютер, потому что вы все, или компьютер, или какой-то хороший телефон, где есть все интернеты. Поэтому сегодня в основном все, все компании существуют и у них существует соцсеть. Эта соцсеть очень важна и работает она в зависимости от количества подписчиков и количества людей, которые говорили, что они сделали лайк. Поэтому, если у вас идет застой энергии, и вы конкретно эту энергию не отдаете туда, где вы слушаете. То есть если вы слушаете радионародная волна, и даже если вы ругаетесь или звоните в какие-то политические программы, но вы их слушаете, это значит, что вам это нравится. нравится, потому что есть люди, которые ставят на наши каналы, что им это не нравится. Но не будьте такими дураками и не делайте этого, потому что если вы слушаете, вы пришли на канал, то вам это нравится. А без вас те, кто нравится, что не нравится, поставят те люди, которые просто не хотят добра в нашей программе. Итак, если вы не можете дать какие-то donations, как это по-русски, чтобы помочь другим людям, то вы можете помочь пожертвованию, то у вас получается застой. То есть даже если вы кому-то дали другому пожертвование, но вы же не принесли это сюда, и тем не менее продолжаете каждый день слушать. Поэтому, пожалуйста, нужно обменяться энергией, потому что если застой энергии, то происходит не обязательно, что у вас не станет денег. Я просто хочу объяснить, что застой энергии денег не приводит только к денежным проблемам. Застой энергии денег может отразиться на той области жизни, в которой у вас есть кармическая загвоздка. То есть если у вас есть кармическая программа, которая должна активировать определенную область жизни, если это область отношений если эта область я не знаю там болезни какие-то до кармические есть какие-то вещи то именно застой этой не соблют энергии не соблюдение закона вселенского закона всех много но мы говорим сейчас именно про этот закон энергии обмена до обмена энергии он может отразиться именно на этом то есть не потому что там типа вот я богатый а я вообще тут никому ничего не даю я такой скупой а ты посмотри ты вообще здоров а дети у тебя здоровы а семья у тебя в порядке и любовь и счастье а 90 процентов у нас страдают особенно выходцы из советского союза потому что ну жили мы так но тяжело нам было но есть способы другие способы если у вас есть деньги обменяйтесь деньгами но если нет денег на сегодняшний момент то для того чтобы излечить ситуацию привлечь больше денег начните обмен энергии и так соцсети в нашей в народной волне есть несколько соцсетей канал есть youtube канал есть страничка на фейсбук и есть веб-сайт у меня лично тоже есть моя youtube канал страничка на фейсбук и веб-сайт когда когда народная волна опубликовывает свои передачи то внизу под этим видео всегда есть первое подпишитесь на канал второе поставьте лайк и третье другие есть ссылочки куда нужно перейти то есть если вы будете слушать нас по ютюбу то нам это даже выгоднее то есть это происходит обмен энергии но если вы просто послушали и ничего не сделали то обмена энергии нету обмен энергии происходит тогда когда вы подписались на канал пошли по всем ссылочкам и сделали все что вас просят и поставили лайк еще раз повторяю не ставьте палец вниз не ставьте потому что это уже неправильный обмен если вы слушаете эту передачу и любую передачу вы слушаете это радио значит вам это нравится если вы с этим не согласны если вы с какими-то ну во первых можете всегда позвонить и сказать об этом а второе если вы с этим не согласны просто возьмите там внизу есть такие комментарии и напишите свои комментарии потому что комментарии очень помогают показать что это тоже своего рода обмен энергии это обмен энергии то есть оставь оставьте комментарии подпишитесь на канал поставьте лайки но обязательно не просто например ты вот то все сегодня я буду обмениваться энергией я сейчас посмотрю все там 40 передач нины бастет и поставлю лайки этого недостаточно почему потому что ну во первых с канала народная волна чикаго нвс нужно перейти на канал нины а я расскажу как но самое главное не то если вы просто включите поставите лайк и уйдете этого мало потому что youtube может посчитать что это не настоящий лайк обкуплены поэтому очень важно все-таки послушать они кстати считывают сколько времени это слушает то есть если идет передача но не обязательно включать радио можно включить компьютер и слушайте этот эту передачу вашу любимую на компьютере и не забывайте ставить лайки и подписываться на канале и так я хочу рассказать просто о том где и как нас найти и так чтобы найти народная волна радио народная волна в ютюбе нужно английскими букв очками и вы кстати можете попросить своих родных близких тех кто больше занимается о том что я не знаю как это делать не является объяснением не знаете пришлите сюда денежку или позвоните любому тому человеку кто дает рекламу и обменяйтесь с ним энергией это уже есть обмен энергии с тем человеком который это радио потому что мы платим рекламу на радио и если мы не получаем обратно звонков то мы его мы уходим из радио люди уходят из радио этого и так наберите на ютюбе там есть такая сначала заходите на youtube набирайте радио n в си английскими буквами и видите там такой канальчик берете в сабскрайб подписывайтесь заходите вовнутрь просматриваете много 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 разных видео везде ставите лайки слушаете особенно не забудьте народ у меня есть перед там своя страничка да она называется не очевидная но вероятная обязательно зайдите пожалуйста на мою страничку и тоже послушайте я уверена вы получите очень много информации для того чтобы потом не забудьте перейти на фейсбук тоже называется радио n в си и не забудьте зайти на сам канал радио пожалуйста это очень важно это для того чтобы вам пришли деньги следующее мои youtube каналы вы можете набрать по-русски такие слова будьте счастливы не на бастет бастет через и и и и буква и бочка я это в конце будьте счастливы не на бастет и вы попадете на youtube канал который называется будьте счастливы и там пожалуйста послушайте много много это в принципе те же самые те же самые передачи записанные на моем канале и вы можете если вы не знаете как это сделать вы можете начните их обменивать с теми людьми которые вам приносят радость информацию любовь и счастье и будет вам счастье и так до того как я перейду ко второму все таки сегменту можно объявим номер телефона а пока я буду говорить и так номер телефона в студии 847 400 5200 400 5200 я хочу еще раз все таки сказать о том что встреча клуба женской силы проходит 12 августа в 7 часов вечера и будет обсуждаться программа профилактики простудных вирусных и разных других заболеваний поэтому пожалуйста звоните 2 2 4 6 8 8 0 1 55 а 24 августа я с группой уезжаю на ретрит в перу и мы будем проводить это шаманский ретрит и во время ретрита я проведу магические ритуалы на привлечение денег и любовь и вы можете к этому присоединиться находясь в чикаго это платная услуга но для того что она очень недорогая и поэтому для того чтобы узнать как это делается вы можете позвонить опять же мне по телефону 2 2 4 6 8 8 0 1 55 но пока у нас есть звонок давайте попробуем послушать что нам хотят сказать добрый день вы в эфире добрый день с удовольствием слушаю вашу передачу очень обрадовался тому что есть люди которые безвозмездно дают другому человеку деньги не могли бы вы в эфире озвучить их домашние адреса или хотя бы номер телефона спасибо большое это было действительно очень смешно и если вы собираетесь мне прислать чек мы с вами вне эфира общаемся с удовольствием вам домой телефон мой телефон 224 6 8 8 0 1 55 безвозмездно ничего не бывает не бывает ничего бесплатно бесплатно означает бесом платно а так как к сожалению очень многие русскоговорящее население пришло из стран советского союза где у нас все было бесплатно а к чему это привело в советском союзе мы все можем знать мы все знаем да мы же все это видели мы поэтому все таки живем не там а здесь а здесь мы живем в капитализме и там сейчас капитализм поэтому не надо смеяться над тем что я говорю я просто предлагаю еще раз сказать одну фразу я люблю деньги я люблю деньги и деньги любят меня и деньги любят меня ура да будет так да будет так я хочу перейти немножко к другому вопросу который спросили когда-то пару передач назад что же такое любовь но что такое любовь пока ты не перейдешь к этому вопросу меня просто интересно вот наш люди как-то интересно относятся к вещам не принимая их всерьез до тех пор пока не дай бог что-то не происходит потом когда что-то не дай бог происходит люди начинают задаваться вопросом ну почему я ну почему именно со мной ну почему что я такое сделал что чем я заслужил вот эту это несчастье и вот тут вдруг оказывается да да чтобы мы же вас предупреждали но это вот это меня никогда мысли это не покидает потому что действительно интересно и так добрый день в эфире просто хотела поддержать вашу гостью я думаю что не все люди верят в бога правильно есть атеисты есть верующие но никто не смеется над верующими никто не смеется над атеистами у каждого есть своя как бы свой взгляд своя вера вера это как раз и есть то о чем по моему говорит ваши гости если вы начинаете верить в то что деньги любит вас а вы любите деньги то они обязательно придут между прочим в мире очень много и литературы есть по этому поводу и кстати говоря даже и научно обоснованной литературы поэтому я считаю что смеяться как бы или подтрунивать или сарказм какой-то высказывать это немножко глупо спасибо вам спасибо вам большое вы знаете я хотела вот до того как женщина позвонила сказать именно о том что к сожалению нашем мире в нашем русско-говорящей коммунити вот именно взгляд мужчины и женщины очень сильно отличается посмотрите то есть мужчины считают что они не должны тратить деньги мы говорим про любовь сейчас и деньги мужчины считают что любовь должна прийти без денег только они забывают а кто они такие то есть что выполняют ли они свои свое назначение как мужчина для того чтобы вы любили просто так и знаете для того что и к сожалению вот это сам у нас есть самые главные две темы которые вообще являются табу в нашем обществе и кстати не только в русском говорящем обществе и это финансы то есть вопросы денег и вопросы секса то есть нам всему нашему обществу все религии все религии говорили всегда о том что об этом говорить нельзя о том что это только не в американе в русском обществе я буду я вам сегодня скажу я для того чтобы содержать свою семью все-таки работу еще дополнительно к тому что я делаю с духовной точки зрения я работаю в американской компании и когда я пришла туда я бухгалтер и бухгалтер это не всегда белые пушистый человек особенно когда нужно у кого-то взять деньги я когда пришла и обратилась клиентки и сказала слушай дорогая вот мы тебе создаем работу а ты когда нам чек дашь то на меня просто накинулись и сказали мы не разговариваем с деньгами с клиентами о деньгах я просто чуть не упала я думала это только наша менталитет я говорю подожди минуточку то есть мы разговариваем то есть мы им даем вовремя при том при том очень вовремя а они нам не оплачивают вовремя и вы боитесь об этом сказать вы что вы вы где где тут правда то есть где тут правда если или вы не делаете вовремя почему они не оплачивают вовремя и на самом деле я смогла наладить кое-какие то есть люди поняли что отношению отношения то есть просто тем на уважение просто даже не на уважение просто тем на даже не на уважение к сожалению только уважение на том что просто очень строго требуется то есть к ним обращаются не тюти-пути дайте нам пожалуйста деньги а понимают о том что мы вам дали за работу а вы нам должны деньги и деньги должны вовремя то как вам обращаются абсолютно все государственные организации то как вам обращаются абсолютно все банки люди обеспечивающие наши энергии да то есть они с вами не тюти-пути они не стесняются говорит о деньгах они знают они тебе дали газ ты им дал деньги ты они тебе дали свет ты им дал деньги а если дал не вовремя то то ты сразу наказан у них есть возможность наказать тебя с начала ты заплатил еще больше денег а потом тебя просто отключили так вот поэтому вопрос вот эти из-за того что это является нашем обществе является табу это очень тяжело и это к сожалению разрушает отношения в семье не только вообще разрушает и не только в семье но просто отношения между мужчиной и женщиной я у нас нет времени начать эту тему по-настоящему но я очень интересно подобрала такую сделать такую подборку женский взгляд и мужской взгляд вот выражение которое есть про что же важнее деньги или любовь и вот женский взгляд ну то есть по моему мнению это был женский взгляд может быть кто-то со мной не согласен то и женский взгляд за деньги можно купить все любовь же надо заслужить еще раз женский взгляд я так считаю что это женский люди со средствами думают что главное в жизни любовь бедняки знают точно что главное в жизни деньги еще один я бескорыстно вас люблю но не бесплатно кто сказал что в моем сердце нет любви есть просто надо вовремя платить за аренду и вот очень серьезный женский взгляд потому что женщина имеет ответственность перед семьей если эту ответственность мужчина не берет на себя то женщина будет всегда нервничать она просто будет нервничать если мужчина перебрасывает свои проблемы на ней на женщину и дает женщины платить белые дает женщине даже какую-то неуверенность типа а у нас может денег не быть то есть но надо просто вовремя платить за аренду а иначе ее семья будет на улице то еще раз дальше выходя замуж за парней с машинами не из жадности ради выживания автовладелец осознает что любимых надо заправлять и обслуживать любовь волнует когда есть а деньги волнуют когда их нет но это наверно и это правило да и это правда но самое интересное то что это же уже доказано и психологами и статистами что в основном все браки по расчетам спадаю был распадаются из-за нехватки денег все проблемы в семье происходят от нехватки денег 34 процента женщин и 27 процента мужчин согласились тем что это была главная причина развода из тысячи человек опрошенных то есть это главная причина развода и не потому что вас мало любят а потому что у карту ну жить надо потому что постоянные споры о том куда потратить в первую очередь можно купить нельзя купить хочется поехать нет денег поехать и вот на этой почве начинаются споры потом ссоры а потом раздор ну и самое главное еще в семье непонятно а кто вообще должен зарабатывать деньги вот это очень важный вопрос семейные но давайте теперь послушаем мужскую позицию меняя деньги на любовь теряешь это и другое дороже всего обходится не продажные женщины мы знаем об этом что любовница стоит дешевле чем жена прекрасно это так мужчины считают неосознанные мужчины когда мужчины разговаривают о деньгах те которые считать считать не умеет когда мужчины разговаривают о деньгах они думают о женщинах есть два испытания счастливого брака богатство и бедность вот интересно да что богатство это будет больше испытания для мужчины да а бедность для женщин потому что потому что потому и женщины которые говорят что не примут от вас не сантима вот они-то вас и разорят так что немножко посмеялись может ли женщина превратить из мужчинам мужчину в миллионер если он был миллиардером это сто процентов но самое главное что по убеждению психологов способность обсуждать денежные проблемы это признак призн призн признак зрелости партнеров и отношения в целом то есть если в семье не может не могут даже не в семье а даже люди до того как создают пару должны обсудить кто 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 за что ответственным и знаете очень интересное есть люди которые говорят а мы будем вести раздельный бюджет вы знаете что такое интересно что и это часто бывает что даже не мужчина ну оба партнера могут такое сказать знаете что я просто хочу чтобы люди знали потому что они горят в америке будет раздельный бюджет вот в америке все ведут раздельный бюджет и кушают и платят отдельно неправда это неправда потому что стремление вести раздельный бюджет это настойчивое неприятие факта что конкретный партнер сможет провести с тобой всю жизнь то есть это неуверенность в партнере то есть разделение денег на мои твои разные кошельки ты платишь за это я плачу за это это значит что охрен его знает сколько он со мной проживет или она со мной проживет зачем я должен отдавать все деньги нужно только не забывать о том что мы живем в америке и закон по закону вы все равно все деньги и все что нажито поделите пополам поэтому но так как деньги это еще и символ власти при том самое главное что реально в паре она принадлежит не тому кто больше зарабатывает на мой взгляд тратит тот кто имеет право распоряжаться тратами да 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 бюджетом конечно это там у того и власть поэтому это интересная тема но о любви и о деньгах и обо всем остальном в отношениях мы обязательно поговорим в следующий раз а сейчас мой номер телефона 224 688 0155 присоединяйтесь и я люблю деньги а деньги любят меня и да будет вам богатство счастье и радость и шутники запомните смеется тот кто смеется последним а а а а а